Здравствуйте! Те, кто сегодня с утра приступил к исполнению своих трудовых обязанностей, ощутили эту прелесть. Впереди целая неделя, пять дней для того, чтобы хорошо поработать. Хотя первый день уже мы благополучно с вами прожили, осталось просто подвести некоторые информационные итоги или порадоваться тому, какие у нас перспективы на ближайшие четыре. Короче говоря, всё, нет, понедельника кончилось. Немножко пробок, немножко постоять, потом послушать Асланяна и приехать уже домой за это время. Вот о чём, вот что меня тревожит. У нас мэр Москвы, он как только получил Москву в управление, первым делом что сделал? Естественно, заступился за москвичей сгоряча. Потом-то его отучили от такой дурацкой манеры делать вид, что он имеет какое-то отношение к этим людям и заботится о них. Но тогда он сказал, что и облик города портят, ну, ларьки всякие какие-то, и грузовиков очень много не пройти, не проехать. И вообще с этим надо что-то решать. Он сразу отменил грузовики в городе, и он сразу начал сносить ларьки. С ларьками получилось, а с грузовиками нет. Пришлось заходить на второй круг, выдержать паузу и всё-таки, так или иначе, законодательно закрепить запрет с 1 марта езды грузовиков транзитных по МКАДу свыше 12 тонн. Вот это самое любопытное. Есть некое следствие разных-разных причин, которые называются, что грузовики едут в Москву. Победить их в первый раз не получилось, во второй раз административно должно получиться. У нас осталось совсем немного времени, буквально 2,5 недели. Наступит 1 марта, ну, потом, конечно, 8 марта. Но всё-таки сначала будет 1 марта, и грузовики перестанут ездить. Вот те самые большие транзитные, их не станет, мы вдохнём с облегчением. Вот самое любопытное. Откуда грузовики берутся и как их можно победить? Итого, три причины, по которым грузовики едут в Москву. Первое, транзитные, это те, которым в Москву не надо. Второе, это те, которые везут сюда товар. Всё-таки Москва является крупнейшим центром потребления. Третье, это те грузовики, которые везут сюда, что бы то ни было, на перевалочный пункт. То есть, это логистический центр. Москва, логистический центр. И вот, когда Собянин административно говорит, с 1 марта мы запретим, а потом находятся люди добрые, которые тихо шепчут, знаете, а по нашим данным, может быть, даже успеем план-то перевыполнить досрочно, и не к 1 марта, может быть, мы где-нибудь так, к 20 февраля Москву-то закроем. Эх, чё нам удаль-то? Бумажечку-то подписать же не проблема. Это остановит несчастных дальнобойщиков, которые нагло едут со всей страны в Москву. Это как-то решит проблему или это только её усугубит? Хорошо, а что тогда является всё-таки точкой привлечения и что может решить проблему? Первое. Если грузовики со всей страны едут в Москву, при том, что им сюда не надо, это только потому, что все дороги вроде бы ведут в Рим, язык вроде бы до Киева доведёт. Но почему-то так устроена наша централизация, что, хошь не хошь, грузовики приезжают сюда. Значит, распоряжением, закрыв Москву для проезда 12-тонных и более того грузовиков, тем не менее, проблема не решается, а только усугубляется. Надо как-то объезжать Москву. А дорог нету. Почему едут на Москву? Потому что сюда проложен асфальт. А где у нас ещё есть асфальт? В общем-то, на многих федеральных трассах асфальта нет. Тем более, сейчас потеплело внезапно. Вы, наверное, заметили, те, кто выезжал в выходные из Москвы. Там асфальта уже нет, там есть ловчие ямы. Ну и тем более, волгоградская история, где ГАИ вступила в открытую конфронтацию с муниципальной властью, это удивительный пример. Это редкий пример. Обычно ГАИ, кормящиеся от местной ладошки, она эту местную ладошку не клюёт. А тут решила клюнуть и запретила по ряду улиц Волгограда езду. То есть, в Волгограде это вообще-то на минуточку крупный город. Да, он депрессивный, да, там у губернатора масса проблем, и губернатор не блещет. Есть губернаторы получше, этот, наверное, похуже немножко, но тем не менее. Волгоград для проезда грузовиков закрыт, и это вершина айсберга, потому что для грузовиков закрыто основное количество магистралей. Ведь не зря же у нас Росавтодор на каждую весну испускает специальный документ, запрещающий езду большегрузов по всей стране. Ну, чтобы асфальт они окончательно не доколотили. Дорожки у нас такие. То есть, получается, что Собянин обрубает вот эти трассы и сложившиеся связи между регионами, которые вольно или невольно завязаны на Московский транспортный узел, и перекрывая его, он перекрывает товарооборот европейской части страны. Это довольно решительно, довольно смело, масштабно и с большим интересным шлейфом последствий. Предположим, что какая-то часть машин действительно не поедет после этого в Москву. Тем не менее, Москва является очень серьезным центром потребления. Мы едим много колбасы, объедаем при этом всю страну, у нас очень много бензина уходит. Вообще, если на москвичей посмотреть с точки зрения статистического потребления, получаются такие очень прожорливые ребята, которые мало что производят, но очень много чего потребляют. Получается, что сюда везут несметное количество товаров. Причем, ну, например, сколько автовозов сюда идет? Ведь 300 тысяч новых автомобилей, которые продаются в Москву, они сюда приходят в основном на автовозах. Потому что непосредственно в Москве Реношки производятся, да, собственно, вот и все. И отсюда, например, Рено Автофрамос другими автовозами вывозят их. И если Собянин запрещает 12-тонникам соваться в Москву, значит, должны появиться те самые знаменитые перехватывающие терминалы, которые будут заниматься перегрузом с машин большой грузоподъемности на машинки поменьше. Да, на это 5 миллиардов рублей уже есть, и обещано построить 140 перехватывающих терминалов, где как раз с какого-нибудь большого КамАЗа перекинут все лопатой на Газели. И Газели уже повезут на своих плечах все то, что потребляет Москва. Тоже любопытно, но тоже заплатка на корабле, который тонет. И третий серьезный маршрут — это логистический центр. Так получилось, что здесь, в Москве, очень серьезный центр потребления контрабанды, контрафакта, всякого палева и, в том числе, легального товара. Поэтому многие сюда привозят не потому, что Москва это употребляет. Многие сюда привозят товар, потому что Москва это распределяет. Есть, например, в нашем автомобильном секторе GM, который построил за Уралом логистический центр. Там у него главный склад, и оттуда идет распределение на весь СНГ, по крайней мере, на всю Россию, и автомобилей, и запчастей. И, тем не менее, стартовая точка — Москва. То есть сначала товар, запчасти, автомобили GM приходят в Москву, из Москвы идет в Красноярск, из Красноярска по всей стране, в том числе обратно в Москву. Победить это запретом одной бумажкой не получится. Что можно делать? Первое — строить дороги. То есть получается, что запрет мы вводим 1 марта, Москву мы закрываем, Московское княжество теперь не является транзитной зоной для большегрузов, поэтому от безысходности все остальные княжества, которые применяют к Московскому, должны будут строить дороги. На чьи деньги? Видимо, федерального центра. В федеральном центре эти деньги есть. Это та самая знаменитая коллизия, о которой я несколько раз уже рассказывал. Путин, когда баллотировался в президенты и в неимоверной борьбе с очень серьезными конкурентами все-таки выиграл, он успел нам пообещать триллион на дороге ежегодно. На что Минфин ему сказал 200 миллиардов и не более того. То есть денег нет. Денег нет. И закрыв якобы бумажкой часть московского транзита, на самом деле ничего мы не закрыли. Еще одна тема номер два. Москва является центром потребления. Значит, центр потребления, товар приходит сюда. В Москве сколько потребителей? Официально по провальной переписи 12 миллионов. Социологи и милиционеры знают, что на самом деле 22 миллиона. У социологов есть такие методы исчисления, косвенные, но, тем не менее, других у нас нет пока. Более достоверных, косвенные, например, по потреблению какого-нибудь основного продукта. В Москве это хлеб. По количеству хлеба, съедаемого в этом регионе, получается, что у нас где-то 20-22 миллиона. При том, что, естественно, хлеб едят далеко не все. Это такая средняя температура по больнице. Милиционеры тоже подтверждают, по их данным, порядка 22 миллионов. Вот эти 22 миллиона потребляют, потребляют и потребляют. Тарифы РЖД такие невыносимые, что по железной дороге немногое привезешь. Приходится таскать грузовиками. Собянин ставит запрет, что мы получаем в результате. Получаем в результате Фелькину грамоту, потому что, хочешь не хочешь, а колбасу в этот город привезти надо. Но, вот тут как раз единственный пункт, в котором хоть что-то можно изменить. Потому что понятно, что дороги мы быстро не построим. Дорожной отрасли нашей страны 255 лет, официально 255 лет, дорог у нас нет. Видимо, началом дорожного строительства у нас считается гоп-стоп имени Соловья-разбойника. Вот отсюда у нас на дороге хоть что-то появилось, по крайней мере, обозначилась некая власть в виде Соловья-разбойника и некие виды податей, которые он взымал. Отсюда и, видимо, есть начало дорожного, ну, не то чтобы строительства, по крайней мере, функционирования. Тем более, что Росавтодор, как мы знаем, он не занимается строительством, он занимается управлением в сфере дорог. То есть, предтечей Росавтодора, а заодно и дорожной полиции, у нас является Соловья-разбойник. Да, действительно, охотно верят, 255 лет этой стезе, может быть, дорог только нет. Но, если по дорогам привозят в Москву, Москва является потребителем, то, значит, мы можем все-таки попытаться и также административно, благо у Собянина, ход наверх, взять и вывезти из Москвы основную, серьезную или хотя бы весомую часть потребителей. Например, я предлагаю из Москвы переселить в другие регионы правительство, Думу и министерство. Сейчас перерыв на новости, потом вернусь к этой животребляющей теме. Добрый вечер тем, кому нечего делать в пробках, и по какой бы то ни было причине, вдруг удалось включить любимую мою радиостанцию Финам-ФМ. Так вот, разговор о том, почему грузовики едут в Москву, в том числе потому, что они везут товар. Здесь очень серьезное потребление, москвичи много чего покупают, в том числе крупногабаритного, например, автомобиля, а также они покупают мебель, бассейны, яхты, пароходы, паровозы и футбольные команды. И поэтому сюда все это привозится, но, пожалуй, что футбольные команды только не очень, они так и сами проникают. И когда Собянин пытается ввести с 1 марта запрет на грузовики, проникающие в Москву, по крайней мере те, которые выше 12 минут по грузоподъемности, он пытается тем самым препятствовать и проявлению товара в городе. И вот для того, чтобы облегчить работу Собянина, я предлагаю вывести отсюда часть потребителей, причем очень серьезных потребителей, покупающих, приобретающих в течение года достаточно регулярно, серьезные товары, серьезные и по размеру, именно те, которые и везут 12, 20 и 40 тоники на своих плечах. Я предлагаю из Москвы удалить Государственную Думу, Совет Федерации, правительство, президента, администрацию президента, министерство и ведомство. Причем куда-нибудь на безопасное место. Я многократно предлагал, вот эти места мы даже в свое время искали аудитории Финама. Финама лучше за Урал, лучше всего куда-нибудь, на мой взгляд, идеальное совершенно место – это Таймыр. Озеро Таймыр на полуострове Таймыр, хорошая чистая вода, блистательные перспективы, свежий воздух. Причем ведь пример Абрамовича показал, что можно в любом самом запущенном регионе, на самой суровой вечной мерзлоте построить некое подобие цивилизации 21 века. Когда Абрамович получил Ханты-Мансийск, это была дырка от Бублика. Там возникли такие удивительные строения, там появилась архитектура, жилой фонд, дома, причем красивые. И этим всем стало возможно пользоваться, что Ханты-Мансийск превратился в город. Всего-навсего нужно было финансирование, поэтому если перевести на полуостров Таймыр, на берег одноименного озера весь наш аппарат управления страной, это значит, что там появится город, там появятся новые технологии, там появятся дороги. Я надеюсь, что не будет там никакой железной дороги, чтобы не было возможности оттуда удрать, чтобы люди не расхолаживались и занимались денно и ночно теми серьезными вопросами, которыми они, в общем, и здоровье свое кладут ради нас. Много у нас необустроенного и ни к чему разбрасываться. Ребята приехали, всем созывом, вот там палатой номер 6, например, засели, и давай решать вопросы. Интернет есть, воздух свежий, колбаса как-нибудь будет. В конце концов, Оленина мимо бегает. Но удалив из города вот этих всех потребителей, и тем самым перераспределив поток Бентли, рейндж-роверов новых, Феррари и другой добротной техники, мы избавляем Москву от необходимости все это натужно потреблять. Потому как остаются у нас, ну там, воры в законе, остаются какие-то мелкие начальники, остается мэрия и масса других достойных людей, но труба пониже, дым пожиже, и они не покупают в тех количествах, в которых сейчас сюда этот трафик пригоняет. Поэтому у Собянина очень серьезный ресурс, очень серьезная возможность изменить транспортную напряженность в городе. Ведь много новых дорог внутри не построишь, пикеты, заграды, отряды, это не сегодня, это чуть позже, это где-нибудь, наверное, годика через 4-5, и может быть уже не про Собянина. Транзит отбить очень тяжело, ну, административно получится. А с потреблением-то что делать? Вот это действительно большой, хороший резерв. Можно часть потребителей отсюда удалить. Что делать с логистическим центром? Да, это опять-таки проблема строить дороги, потому что вот тот третий транспортный грузопоток, который едет в Москву со всей страны, едет в том числе потому что так было заведено давно. Исправлять надо. Да. Кстати, у нас Алексей на линии, который, насколько я понимаю, хочет прокомментировать эту ситуацию. Алексей, как вы считаете, здравствуйте, если из Москвы удалить основных потребителей, вот тех, кто приобретает в огромных количествах, в том числе крупногабаритные товары, привозимые на плечах дальнобойщиков, изменит эту ситуацию? Или это все мертвому при парке? Ну, Сергей, изменить ситуацию я не знаю, насколько. Если говорить про Госдуму, Совет Федерации, я думаю, колбасу им привозят все-таки, и она прилетает на самолеты быстрее, откуда-нибудь из регионов Италии или Франции, из тех районов. Вот. А машины, ну, может быть. Я просто вообще немножко о другом хотел сказать, Сергей. Давайте. Если позволите. Я давно уже жду, вот там, слушаю регулярно вас, давно уже жду, когда эту тему поднимут. Я даже хотел, как-то пытался позвонить ее сам поднять, потому что помимо всего этого потребления есть еще очень много других аспектов, которые нас ждут после ввода этого запрета. То есть, вот, к примеру, цены на продукты, они лягут все равно на нас, на нас, потребителей. Конечно, конечно. Именно мы будем оплачивать все эти удорожания, перегрузки и так далее. А второе, да, может быть, на МКАДе станет легче. Да, сейчас грузовики нас немного раздражают. Но вы представьте, что ждет бедных жителей из тех близлежащих подмосковных городов, всех Балаших, Мытищ, Химок и так далее, где все эти грузовики начнут на день парковаться. Я просто вот уже так немного, владея ситуацией, смотрю, как местные власти начинают в подмосковных городах суетиться, придумать какие-то шлагбаумы, знаки и так далее, потому что все эти города просто заполнены этими грузовиками. При том что, да, и ведь через них уже пошел транзит. И о том, какой коллапс будет, нам показали на примере ввода платного участка на трассе Дон. Как только Дон закупорили шлагбаумом и обложили данью, часть транспорта переспределилась по окрестным маршрутам, и там стало совершенно невыносимо. Теперь у нас появляется административный запрет, не подпускающий к Москве грузовики, и эта катастрофа просто регионально выплескивается за пределы Московской Кольцевой. Ужас начинается абсолютный. Именно так. Именно так. Ужас начинается. И что делать этим людям? То есть, если раньше мы с трудом двигались по МКАДу, то теперь все автомобилисты этих городов, они до этого МКАДа просто не доедут, потому что все въезды и выезды в города будут просто перекрыты грузовиками. Они будут парковаться, где просто получится абсолютно. Потому что им же тоже надо где-то ждать и переждать этого времени, чтобы ночью въехать в эту злополученную Москву. А тем более, вот представляете себе, когда люди, например, едут из-под Питера, ну, из Финляндии, везут что-нибудь через Москву в Краснодар. При том, что в Москве ничего их особо не ждет, кроме транзитной остановки. И финальный потребитель является какой-нибудь южанин. Они должны ехать через Москву, потому что другой-то дороги нет. Потом на них сейчас напрыгнет, например, какой-нибудь Рогозин с Росавтодором и заставит их переобувать машину на зимнюю, на летнюю, на летнюю, на зимнюю. А у него там 16 колес, а иногда и больше. И кто будет за это платить? Как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», если помните реплика, которая была вырезана из фильма. А кто за это платит? Реплика официально была такая. Народ? За это всегда платит народ? За это будет платить народ. Да, а цензура вырезала, и в итоговый фильм пошла фраза «Не знаю, во всяком случае, не мы», сказал Иван Васильевич. Этот самый Куравлев сказал Яковлеву. Потому что Яковлев спросил, кто за это платит? Ну, во всяком случае, не мы. Да, действительно, не они, мы платим. Но вот если из Москвы выселить, например, Госдуму, другое дело, что это приятно сделать, безотносительно того, потребляет она что-нибудь или нет. Но вот когда я в воле судеб недавно еще ездил мимо Совета Федерации, количество бентли там, на площадке, перед этим зданием, оно, честно говоря, изумляло меня. Ну, там Майбах еще любят, тоже парковат. Ну, Майбах у нас, у Жириновского, но вы же помните историю, у него спросили, Жириновский, откуда у тебя Майбах? Он сказал, мне его подарили те, которые купили, которые подарили моему сыну, у которого его купили, потому что находится в аренде моего сына, который купил его, подарил тому, у которого моего сына. То есть не мой. Ну и замечательно. И вот сейчас, когда у нас вводится с 1 марта запрет, кроме того, что станет невыносимо нам в меньшей степени, а всем в большей степени, мы с вами на что можем еще рассчитывать? Ну, кроме всеобщей любви к москалям клятым и к нашему любимому москвичу, Таичу Собянину, который, конечно же, москвич. Гляньте его прописку. Это так. Ну, мне кажется, уже многие задумываются о том, чтобы стать как раз такими потребителями, которые будут находиться не в Москве. То есть такие мысли уже, мне кажется, посещают. А вам не кажется, что нас подталкивают к необходимости освободить жизненное пространство другим, более полезным и более платежеспособным людям? Москва же это должен быть дорогой город. Абсолютно так. Абсолютно так, Сергей. У меня такое впечатление уже складывается вот в последние несколько лет. И чем больше этих законов принимают, начиная от безумных увеличений штрафов, уборки снега, вернее, оставления, нельзя убирать снег в машины, там, счищать во дворах, ну, эти инициативы, которые там были. А вы, кстати, Алексей, обратили внимание, как Собянин потом, вспотев на всю страну, объяснял, что вы не так поняли, это нельзя стряхивать с грузовиков, только в неотведенных мест. А у меня вопрос к Собянину. А покажите мне дорожный знак, где написано, что это специальное место для стряхивания снега с грузовиков. Я хочу посмотреть, как это выглядит. Ну, в общем, нас ласково, мне кажется, выпроваживают настойчиво, так что это есть, это есть. Да, мы немножечко лишние, мы немножечко, самую малость, самую малость. То есть вопрос, что делать, остается. Мы прозорливо предполагаем, что, кажется, сейчас будет много и неприятно, но все это под флагом заботы. Очень здорово. Здравствуйте, вы уже в эфире. Здравствуйте, Сергей. Спасибо за прекрасную передачу, очень нравится. Спасибо вам. Такой вопрос. Сеат Алтеа, четырехлетка, есть возможность купить за относительно небольшие деньги. 1,9 турбодизель. Как вы вообще охарактеризируете данный автомобиль? А вы вообще от кого-нибудь про эту машину что-нибудь уже слышали? Ведь вы же наверняка не первый. Вы так уже присмотрелись к ней. Она, скорее всего, вам понравилась внешне, а потом уже по ценнику. Или наоборот, цена застит так, что аж прямо хочется? Нет, если честно, в нижний вид очень подкупил, но вообще совершенно нет, кого ничего не слышал. Эта машина очень острая, она провокационная. Эта машина сделана для людей с адреналиновой зависимостью. Не выговариваю. Адреналиновой зависимостью. Если вы умеете резко ездить и знаете вот этот толк на грани фола езды, то Altea, в общем-то, особенно в исполнении Freetrek, блестяще подойдет. В исполнении просто Altea добротно, но вот с этой вот такой испанской перчинкой. И она как раз даже на дизеле просто дальше уделит и больше на плечах возьмет. То есть это интересная машина. Но вторичный рынок. Смотрите, что с документами, откуда взялся ПТС и есть ли сервисная книжка. Потому что этих машин мало. То, что она дизельная, говорит о пригоне из Европы. И вот тут вопрос. Если, например, документы выданы таможней, значит, все в порядке. А если они выданы ГАИ, значит, она ворованная. И еще такой вопрос по той же машине. Я где-то в интернете читал, не помню даже где, 1.9 TDI характеризовался как двигатель и вообще из линейки TDI как наиболее выносливый к плохой солярке. Это так или нет? Знаете, плохая солярка, она убивает кого угодно, даже хорошие моторы. Вы берете машину со вторичного рынка. Будьте бдительны. Телефон моей любимой радиостанции 6510996. У нас на линии Роман. Здравствуйте, Роман. Добрый вечер, Сергей. У меня к вам два вопроса. Один, наверное, скорее риторический, ну и второй, который поспокойнее дает. Давайте сперва по поводу дорог. Давайте. Вам никогда не доводилось по малому бетонному кольцу ездить через Бронице? Вот очень непонятно. Я ездил там год назад, в этом году. Есть там ворота на въезд и на выезд. Где-то сперва. Алло, Роман. Что-то у нас со связью. Медведев ее ругал, но лучше она не стала. Роман, еще раз попробуйте что-нибудь сказать. Эх, вот так вот иногда бац и обрывается. Хотя по бетонке-то я ездил, но бетонка – это катастрофа. Евгений. Сергей Степанович, здравствуйте. Очень приятно вас слышать на Финам-ФМ. Знаете как, Евгений, приятно вас слышать на Финам-ФМ. Это обоюдное удовольствие, поверьте. Спасибо. У меня вопрос к вам по поводу прошлой передачи, по поводу электронных видов топлива на автомобиле. Я из города Новокузнецка. У нас, кстати, в Новокузнецке четыре газовые заправки метановых. Там я уже с 2000 года ищу на метане, и знаю, что это такое, какая-то большая экономия по финансовым средствам. Так вот, представляете, я бы мечтал о покупке автомобиля «Вольксваген Пассад Экофуэлл». Так. И сейчас этот «Пассад» официально продается в России, но цена на него в базовой комплектации – 1 350 000. А если взять, допустим, обычный «Пассад», он там 900 с копеечками стоит. Да. То есть, получается, если я куплю бензиновый «Пассад» и на 400 000 куплю бензина, то я могу даже этот автомобиль не выяснить. А если бы вы, Евгений, если бы вы были, например, министром экономического развития и купили себе «Митсубиси Аймиев» за 2 миллиона, который полностью электромобиль, то вы, конечно, оказались бы еще в более серьезном потрясении. Потому что, с одной стороны, вы помогаете родине, дышая свежим воздухом, а с другой стороны, родина вас ограбила на 2 миллиона. Здесь разница между патриотизмом и потребительством. А тем более «Пассад» — это же такие технологии. Это же вертикальный взлет. Это настоящее немецкое качество. И если вы получаете столь технологичный автомобиль, ну, дальше любой бред из любого рекламного ролика. Но «Метан», конечно, это здорово. На «Метане» и мотор чистенький, и с маслицем все проще. Вообще, в нашей стране на «Метане» ездить, это, по-моему, логично. Хотя при минусовых температурах заводится эта штука плохо. Нет, заводится. И еще раз вам скажу, что, допустим, по вашей рекомендации купили, кстати, супруги в школе «Октавию». Так, «Калужскую» уже, наверное. «Калужская» — 1,6. Так. И тоже туда поставили «Метан». Так. Вы не представляете, как все-таки этот «Атат» прекрасно ездит. Ну, вообще, я догадывался, что он неплохо ездит. Но то, что вы ему еще крылышки сделали и хвостик от истребителя, и он стал летать, да. Тем более, что моторчик-то у него, он же к подобным экспериментам, этот самый 1,6, в общем-то предрасположен. Благо, технологически его конструкция, ну, ей лет, наверное, 35, этому мотору. Но мотор хороший. И перебил вас, что очень сожалею о том, что этот автомотор выходит в небытие, потому что с новыми двигателями интересный стайд, такого не сделаешь. Да, уже не сделаешь, уже все. Но еще какое-то время вот «Октавия» с этим мотором у нас побудет на рынке, потому что это все-таки очень серьезное преимущество для таксопарков. И не зря, например, «Шкода» у нас специально под такси сделала сервисную программу. Там 200 тысяч. Там пробег, там даже гарантийный 2 года. Без ограничения пробега. То есть специально под такси. Как раз вот особенно с мотором 1,6 на ручке. Потому что неубиваемый аппарат при остальных ходовых характеристиках замечательная машина. Евгений, скажите, а вот если все-таки из Москвы выгнать не грузовики, а выгнать правительство, как вы думаете, полегчает? Полегчает в Москве, но другому городу станет тоже плохо. А если в чисто поле выселить, чтобы там просто не было людей, которым бы пришлось как-то чем-то поступиться и отдать свою малую родину оккупантам, они бы жили спокойненько там вот на берегу озера Таймыр, выходные, например, всей Госдумы ходили на рыбалку, играли бы в баскетбол с Советом Федерации. Там очень хорошие молодые спортивные кадры перспективные, особенно с Совет Федерацией. Они там мудростью бы тряхнули, поучили бы, если что, глядишь, мы бы и футболь бы продвинулись заодно. Представляете, как бы они там жили. Абрамович же научил их строить на вечной мерзлоте. Почему бы на берегу озера Таймыр не построить там столицу? Ведь когда, тем более, из Питера столицу перевели в Москву, нельзя сказать, что Питер от этого сильно плохо стало. Даже не обезлюдил. — Ну, конечно. Наверное, инфраструктура нашей страны будет все больше и больше разрастаться. Может быть, и на Таймыр, допустим, сделать какой-нибудь скоростной поезд или еще что-нибудь. — Если основной мотивацией для Олимпиады в Сочи было то, что в Сочи нет канализации, нет иного способа привезти ее туда, то почему бы нам, например, на Таймыр не аэродром построить? Пусть там будет. — Почему сразу на Таймыр? Давайте предложим другую, допустим, точку нашей необъятной родины, где тоже там проблемы с канализацией или еще что-нибудь. Пусть там обустроят. — Там обязательно будут какие-нибудь несчастные, как в Амеретинской долине, недалеко от Сочи, которые снесли всех нафиг вместе с людьми, потому что они мешали канализации. А на Таймыре там сносить будет некого. Но зато олени и озеро, все, и рыбка. — Я же предлагаю не только Таймыр, давайте рассмотрим еще альтернативы. — Да, ну желательно, чтобы это было где-нибудь в чистом поле, чтобы там просто никому люди не помешали. Михаил, здравствуйте. — Алло, добрый день. — Здрасте. — Это тот Михаил, который прошлой весной вас наставлял по поводу ремонта литых дисков. — Да, вечная тема, как в нашей стране. Диски-то, а? — Да, да, да. Месяц назад ловил вас снова на радио. Бесконечно рад. Есть чем повеселиться в пробках. — Да, и тем более, что диски литые, все равно надо продолжать как-то ремонтировать. Хотя не надо этого делать в принципе. Надо выкидывать сразу. — Это верно. Ну ладно, немножко тут отступление в сторону. Тут было несколько передач, посвященных творчеству нашей Думы московской. — Да, хорошие ребята. — Как-то вот выпало у вас из передачи еще их новшество, кроме выделенных полос, парковок и прочих дел. У нас вот на Русаковской, где я работаю, сделали новые трамвайные пути. И из двух или из трех полос стало две с половиной и полторы полосы. — Да, я видел. Я недавно ехал, там поставили бордюр, дорогу заузили и сказали, а вот вам, москалям, клятым наша теменская забота. Мне тоже очень понравилось. — Я не понял, правда, кого там москалям или не москалям. Может, и привычные поэты. Но вот с непривычки иногородние может на разделительный, как говорится, бордюр вылететь только так. — Да, тем более, что разметку-то оставили, поэтому... — Да, да, да. Вот это самое поразительное. — Левая полоса стала велосипедная, и поэтому, если ты едешь по своей левой полосе, потом вдруг упираешься в эту зауженную часть, ты невольно уползаешь на чужую полосу, где, по большому счету, ты им мешаешь, поскольку они-то едут своей. — Ну да, и при том, что еще масса пешеходных переходов, и пешеходы снуют, как говорится, ну ладно, это грустно. — А вопрос у меня к лодкамкам. У меня приятель, у него Зафира предыдущего поколения. — Ну, хорошая машина. — Сейчас она новая вроде, да? Хорошая, он все был удоволен и рад, но где-то неделю назад неожиданно обнаружил масло в бачке расширительном. — Ух ты! — И полез в формы, оказалось, это достаточно распространенная проблема. То есть там 12 прокладочек маленьких, копеечных, ну, которых переставить масса нужно. И, оказывается, хваленый Экотек имеет такие проблемы. Для меня это было вновь, потому что я собирался, у меня Рено, как бы, лагуна, но время проходит, и, соответственно, надо машины менять. Я уже посматривал в сторону GM, вот крузы новые сейчас пошли, а там вроде такие же Экотеки. — А у него там какой, 1,6 или 1,8? — У него 1,8, по-моему. — Который 141 лошадиная сила? — Да, с роботом. — О, еще и с роботом. — Да, для меня это было небольшим открытием, как бы. — Наличие робота или то, что... — Не, не, роботы я не люблю по жизни, как говорится. — Ну, правильно. Кто же их любит-то? — Чуть не купил, но жена вовремя не стала. — Знаете, интересно то, что, с одной стороны, в форумах, как вы знаете, появляются люди, у которых возникла беда, и там очень мало радостных счастливых, которые трезвонят о том, как у них все хорошо. Поэтому, если почитать форумы, такое ощущение, что ты в больницу попал. Все давно заболели и умерли. — Зачастую, да. — И вот количество этих двигателей, которые находятся у меня под наблюдением с пробегом в 100 и более тысяч, без единой помарки, без единой проблемы, оно говорит о том, что на форумах собираются очень сильно огорченные люди. — Ну, матла в бачке расширительном, это сильно нужно огорчивать. — Да. Но дело в том, что я не признаю это как характерную поломку. У этого мотора, у него степень инженерной гениальности и ресурс, они очень высокие. Да, не везет. Да, есть ситуации, когда проспал, а тем более, что сервису ему, если официальному, ему же нужно заказ-наряд закрыть, а не проблему решить. — Да нет, это человек рукастый, он все сам умеет делать. — О, Михаил, а где вы последний раз встречали рукастых, особенно если им, например, лет 25? — Нет, ему, естественно, не 25, эти 25 играть в компьютеры не могут. — Конечно. Нет, это поколение конченое, если нет на автомобиле кнопки Enter, они дальше не разберутся. — Да, да, да. — Дело в том, что мотор 1.8, очень классный мотор, и проспать проблему можно только после того, как машина вышла из-под гарантийного периода, соответственно, из-под крылышка официального дилера. И когда человек уже остается один на один с машиной негарантийной, то, оказавшись обычно на обслуживании в гараже, он не попадает в ситуацию, где нету диагностической карты. Ну, да, посмотрели тут, посмотрели там, а, например, течь по передней стенке можно не увидеть, в принципе, течь масла на этом моторе. И, например, даже увидев на этом моторе 1.8 течь по передней стенке, не поймешь откуда. Она из-под прокладки гонит, из-под головки или откуда. И тем самым, ну, нету дефектов. А под машиной ни одного масляного пятна. И получаешь уже головную боль. — Да дело в том, что у него масло-то и не текло в том-то и питание. — Да, конечно. — Масло, оно как раз оказалось в воде. — Да, симптомов не было. — Очень меня это пугает. — Симптомов не было? — Да дело в том, что нет. Нет, и человек такой бдящий за машиной, потому что она его хлеб. — Бдить можно за машиной как угодно, но он же не брал кварцевую лампу и не лазил по всему двигателю в поисках течей. — Нет, я думаю, он не лазил в кварцевую лампу. — Я все к чему? К тому, что это не является массовым дефектом. И если у вас на примете какой-нибудь аппарат с двигателем 1.8, то у вас будет другая проблема. То, что на машине вашего приятеля, скорее всего, настройка была под евро 3, хотя и заявлено под евро 4. А даже на Крузе и на Орландо, например, этот же самый мотор и на Зафире, он уже под евро 5. Его так придушили, что это уже немножечко другая езда. — Ну, понятно. — К сожалению. — Ну, в общем, вот я и как раз эти модели-то и рассматривал как перспективные. И Орландо, ну, правда, хотел движок побольше, и новый Круз в Универсале. — Да, но у Круза, что плохо, у него не будет дизеля, к сожалению. То есть дизель вот сегодня, в понедельник, дизель официально заявлен во всем мире на Круз. Вот он пошел, наконец-то. Кроме нас, потому что просто получается по деньгам невыгодно. Он слишком дорогой. — А Орландо еще какое-то время побудет с одним мотором, потом ему дизель-то как раз вот, скорее всего, и поставят. Но Орландо на 1,8 едет нормально, на автомате едет нормально. У Орландо другая проблема. Он собран из таких соплей, что нужно подождать, пока они все-таки эти сопли подберут. — Ну, как-никак, год уже прошел, пора бы сопли подобрать. — Вот, вот. Они накопили за это время большое количество характерных поломок и потихонечку с ними борются. Перерыв на новости, на рекламу, потом вернусь, поговорим. Телефон в студию 6510996. У нас Дмитрий на линии. Здравствуйте, Дмитрий. — Сергей, здравствуйте. Дмитрий из Рославля. И вот хотелось спросить, владею автомобилем Hyundai H1. — А, да, замечательно. Задний привод, судя по всему. — Да, задний привод с курсовой устойчивостью, с блокировкой. То есть максимальная российская дилерская версия. И как-то хочу уже больше комфортный автомобиль. И вот присматриваю в сторону Chevrolet Express или GMC Savannah. — Ух ты! Да, однако. Откуда вы будете тот же самый Express брать или GMC? — Старичный рынок. — Ну, вы будете у нас искать или будете из Америки его катать? Морем пароходом. — По российскому рынку. — Ну, по российскому рынку вы возьмете машину, в общем, с неясной биографией, с каверзным пробегом, с непонятно какими руками. Хотя, скорее всего, возьмете с полным приводом. — Да-да, вот я вот просто предлагаю заказные варианты GMC, Chevrolet и пробег в основном всех в милях 140-150 тысяч в миле. И вот хотелось бы просто как-то понимать, что вообще вот, какие минусы ожидать от этой машины можно и вообще как она себя зарегистрировала. — Знаете, здесь уже, Дмитрий, здесь на общих основаниях, потому что, когда вы вторгаетесь на вторичный рынок, вы можете мечтать о чем угодно, но кто знает, как складывалась судьба до вас. Вообще, у престарелых Chevrolet, поскольку это одно и то же, что GMC, что Chevrolet, там заводы только разные, проблемы всегда очень идентичные. Тут не контактик, там лампочка, но в целом двигатель работает, коробки, как правило, работают, редуктора редукторят, тормоза тормозят, руль рулит. Но вот по мелочи, всякими вот этими вздрагиваниями, испугами и намеками на какое-то нездоровье, эта техника может извести. Хотя вот, если вы помните, на прошлой неделе у нас был диалог с владельцем Dodge Caravan, он так очень вежливо послушал, чрезвычайно тактично, и потом сказал, а у меня ничего этого нет. У него машина 2000 года была, потому что Caravan, конечно, он классом пониже, и вообще машина на убой, а у него никаких проблем. Вот это бывает такое редкое везение. И здесь, да, вы замахиваетесь на фантастический автобус, он вам будет заменять еще и квартиру, а как только далеко от города отъедете, так еще и дачу. В этом отношении вы сильно выигрываете, потому что H1, ну, газель, пусть даже самая хорошая на свете, что, ну, газель, а вы берете себе хорошую малогабаритную квартиру, иногда даже с мебелью, в зависимости от комплектации. Ну да, это уже вид классный такой. Да, да, да. Но по движку, обычно по движку проблем нету никаких, потому что мотор у них, чтобы убить, это нужно серьезно заниматься этим, то есть целенаправленно гробить мотор. Это, как правило, очень мало кому под силу. Ну да, вот на рынке предлагают просто варианты очень хорошие, красивые, то есть, ну, единственное, пугают вот такие пробеги на наш Киеве, здесь уже там под 10 тысяч. Ну, вот в том-то и дело, что, скорее всего, основная часть этого пробега выпала уже на нашу страну. А Carfax наверняка же не прилагается. То есть вам смотрят в глаза и говорят, да ладно, только вчера пригнали. А чем подтвердишь, ну, это, тут бумажка была, ну, куда-то делать. А на самом деле она уже лет 7 бегает по нашей стране со всеми вытекающими. Ну, обычно же так. Ну, да, да. То есть просто вот на Hyundai езжу, то есть уже всю Россию объездил, то есть и Мурманск, и Уфа, и за границей ездят ближние. Проблем вообще никаких. То есть на машине 200 тысяч пробега, она и в минус 32 заводится на Лукоиловской топливе. Проблем. Как-то вот рабочую лошадку, которую они подводят, попробуют поменять на более VIP-класс, то есть уже сильно бушный. Так что вот немножко пугает. Да, комфорта будет больше, в этом вы играете. А все остальное будут загадки. Отгадаете вы эти загадки или нет? Ну, на самом деле никто не знает. Может быть, да, может быть, нет. Ой, вторичный рынок. Ой, вторичный рынок. Андрей на связи. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Слушаю. Значит, это самый... У меня такой вопрос. Это происходит. По поводу веселения всего нашего аппарата, специального, главного. Ну, лучше на Тикси, это так скажем, чтобы закрыть эту тему. Лучше на Тикси. Поддерживаю. Хорошо. Пусть едут на Тикси. Я готов. Да, куда проголосовать? Я тоже с вами. Просто много радиослушателей ждут своего звонка дозванивать. Я случайно дозвонился. Буквально неделю просто, так скажем, попал случайно на радиостанцию. И вот неделю слушаю вас каждый день. Вот, у меня, я пенсионер военный, вот переселился в город Подольск. Дали квартиру, наконец-то, в Подольске, микрорайончик такой, на 50 тысяч населения, с учетом того, что до 150-170 тысяч населения, ну, 50 тысяч дома построили на новом. Представляете, что он творит сейчас? И вот после этих снегопадов последних, вот последней зимы, вот, тут он еще на балансе города не стоит. И у меня Рену Логан, на автомате. В общем, я проезжаю по этим снегам, по этим, между домами, там, где, ну, почти, что все, ну, есть, садятся, не говоря, грузовика, что-то, вот. Вопрос в следующем. Я, как бы, думал, она 11-го года, недавно купила, 2-й год. Вот, думаю, как бы, о Рено Даштере, 2-0, на автомате, передний привод, задний мост не хочу. Вот, как вы, что вы мне, разубедите меня, чтобы я ее не покупал, потому что денег на более дорогую, как лицо военного пенсионера, как бы, нету. Если есть. Ну, тем более, знаю толп в бездорожье, могут достигать самых удивительных вершин виртуозного мастерства преодоления препятствий. В Подольске снег чистить не будут никогда. Даже в Москве его чистить перестали. Вы, блядь, как... Это же коллапс такой страшный вообще в городе. Когда, это только еще одна треть, да нет, 50% заселилось, вот, из 50 тысяч, наверное, только, ну, 1025, наверное, вот, я посмотрел, да, заселилось только в новый этот микрорайон Кузнечики. Вот, а что будет дальше, если все дома, все в квартиры заселись, тут вообще будет полный капут. В Кузнечике придет хомяк и накроется их медным тазом. Но, Андрей, у нас ничего не изменится в стране. Единственное, что может измениться, у нас не станет дорог и развалится полностью вся коммуналка. Потекут все трубы, порвутся все провода. Поэтому готовьтесь к тому, чтобы пересесть на автомобиль, который со временем станет вашим залогом выживания. И полный привод, 2.0, ручка, это очень хорошо. Тем более, если вы поставите туда какую-нибудь зимнюю такую конкретную зубастенькую резину, вы будете весь район снабжать хлебом, водой и эвакуировать детей и раненых. Еще раз, давайте вернемся. Дастер-автомат. Просто почему-то я вот хочу на автомате. Мне автомат больше нравится. Он даже, не знаю почему-то, он сам себе выбирает. Он крадется, он не едет, он просто идет по снегу, по-любому. Он как шагает, как бы робот на Луне идет, понимаете? Так вот теперь он выйдет из... Медленнее поедет. Вот с Нивой я сравнивал. Нива, но уже побыстрее полноприводная будет проедать по глубокому снегу. Я медленнее проеду, но я проеду, понимаете? Андрей, дело в том, что вас накрыло наконец-то цивилизацией и комфортом. И вот когда вокруг матерые мужики спорят о том, что настоящий крутой хозяин должен ездить всегда на ручке, вот они как раз заблуждаются. У нас даже теперь рейдовые машины очень многие на автомате, потому что автомат... Это я слышал, ваше передачи. Да, он многие ошибки, наоборот, скрадывает. И на автомате можно доехать дальше. Значит, ваш вариант. У вас новенький Логан. Вам его еще носить и носить. Еще две зимы при помощи лопаты и чьей-нибудь матери вы проживете в кузнечиках. А дальше появится дастер на автомате на полном приводе. И к тому моменту... И переводят, да? Да. И вот как раз к тому моменту уже и Логан можно будет менять, и кузнечики окончательно заметет, и уже будет пора на чем-то выбираться. И у вас будет возможность спокойненько прийти к дилеру, купить дастер. Естественно, со скандалом, потому что дилерская сеть Рено, она построена по принципу такого легкого насилия над нравственностью. Но вы так или иначе Рено-дастер купите, и это будет очень правильный вариант. Василий, это вы. Здравствуйте, Василий. Добрый день, Сергей. Добрый день. Слава Богу, дозвонился. Очень рад слышать вас. И всегда. Спасибо. Говорите, Василий. У меня вот вопрос какой. Фриландер 2, механика, дизель. Ну... Что вы скажете? Скажем, что вы мне об этом скажете? Ваше мнение. Фрил при всем придумке. Имеется в виду обслуживание, и даже, в конце концов, продаваемость по следующей. Значит так. Во-первых, все вместе клиенты сейчас одержали середезную победу над жлобством московского представительства. И, наконец-то, офис сдался и вернул сервисную программу обслуживания этой машины. Теперь опять раз в год, а не раз в полгода. И теперь увеличили пробег. Причем боролись два года. Боролись. Да, я знаю, я это наблюдал. И победили. По поводу Фрила есть легенда о том, что он не ломается. Эта легенда все-таки на фундаменте и в сравнении с остальными машинками концерна. Дискавери. Они портят имидж. Но Фрил, он действительно удивительная машина. Не надо сказать, что он идеальный. Но он сделан из другого теста. Как так получилось? Почему они не досмотрели? Но этот автомобиль, это хорошая работа над ошибками первого Фрила. И второй, он вообще-то чужой в этой семье лендроверов. Потому что... Это вот у меня тоже такое же мнение. Потому что диска, они какие-то все, не доходят даже до техобслуживания. Всегда что-нибудь там у них... Да, да, да. И поговорка по поводу того, почему владельцы лендроверов не здороваются вечером, потому что с утра они виделись в сервисе, она касается всех, кроме Фрила. Фрил в этом отношении, он очень нехарактерный автомобиль. И, в общем-то, его действительно можно эксплуатировать в городе, за городом. Это хороший автомобиль уже с серьезным внедорожным потенциалом. Тем более на ручке. Тем более 2.0. Достойный аппарат. Поэтому, если он у вас уже есть, то дорожите. Нет, я хочу взять. У меня дизель... Я вообще не буду, как говорится, блистать познаниями, но у меня опыт, дай бог, мне уже 65 лет, между прочим. Так? Ну, проездил на многих машинах. И вот сейчас у меня дизель, механика. Почему-то я не могу изменить механики. Ну, это, знаете, видимо, возрастной и так далее. Ну, это привычка, которая не является порочной. Это не пить и курить. Это на механике, это достойно. Тем более вы в 65 лет, судя по всему, знающий технику и бережливо к ней относящийся, вы в руки получите... Не без этого, да. Да, вы получите замечательную тачанку. И с этой тачанкой вы будете очень дружелюбно относиться к ней. Она будет любить вас и носить. Это будет замечательно. К сожалению, на сегодня все. Завтра я здесь тоже буду. Мы поговорим про машинки.